Что-то, что вы крайне не ожидаете увидеть сейчас у меня и, наверное, ни у кого это не было в антифаворитах, это карандаш от Urban Decay 24 на 7. Если бы вы могли себе представить, что такой продукт попадет в антифавориты, у меня его похвалили множество людей. Я сейчас все объясню, все объясняется очень просто. В принципе, карандаш неплохой, но за свои деньги, больше 1000 рублей, то, как этот карандаш быстро заканчивается, меня полностью не устраивает. Этот карандаш, как вы видите, нужно точить. Вот одной заточки мне не хватало даже что-то у себя на глазах изобразить, то есть подтачивать во время макияжа как-то не очень удобно. К его, так скажем, функциональным качествам, наверное, претензий нет. Но подумайте, реально этим карандашом стрелки вы не нарисуете. Вы можете нарисовать, если с него на кисть набирать, но это уже какой геморрой, лучше подводку проще тогда взять. Потому что он настолько мягкий, что он просто очень быстро, очень быстро тупеет, становится тупым, затупливается. И боже, и вот у вас уже стрелок нет. Я не знаю, девчонки просто герои, которые рисовали им стрелки. Максимум может быть, я не знаю, я не пробовала, кто-то пробовал, напишите, как подложку под смоки какие-то. Но у меня он не в ходу. Вот эта штука, наверное, уже год, наверное, уже не прикасалась, потому как поняла, что мне жутко неудобно. Альтернативы у меня целых две. Это карандашик от Physicians Formula, и все они автоматически удобно, удобно выдвигаются, девчонки. И, пожалуйста, красьте себе сколько угодно. Заканчивается. Доставайте еще. У Physicians Formula также есть здесь точилочка сразу, которая только стержень для остреньких кончиков можно подточить. Но, в принципе, я рисую им даже не подтачиваясь. Этот карандашик продается в наборчике сразу из трех. Это фиолетовый, черный и вот такой коричневый. И абсолютный его также аналог, я его открыла первым. Это Essence, и он в оттенке Hot Chocolate 02. Здесь уже нет точилки, но он вообще, по-моему, 150 рублей стоит. Это, не знаю, какой по счету, уже у меня карандаш. И здесь достаточно большой, как вы видите, стержень. Его реально мне надолго хватает. Он у меня постоянно есть. Как только он закончится, я покупаю новый. Потому что, ну, точилочку можно взять другом, если нужно остренькие кончики нарисовать. Потому что вот подрисовать глазки, если не хочется подводкой, вот этим карандашом просто великолепно. И сравните цены. Вот это выходит, наверное, рублей 700 набор или 800. Вот это вообще 150 рублей. Вот это 1000 с лишним. И неудобно. То, чему я не нашла альтернативу. И, пожалуй, наверное, сейчас в данном раскладе искать не буду. Это моя боль, моя печаль. И более всего мне обидно, что многим попалась она хорошая, а мне нет. Это палетка от Tarte. Я думаю, что знатоки поняли, кто меня смотрит. Это мое самое большое разочарование вообще под влиянием YouTube. Потому что, первое, я жутко мечтала о ней. Я ради нее, господи, что же, где же я заказывала, кто же мне ее привез. Да, мне ее привезла подруга, я заказывала ее в Америке. Она, что обидно, она безумно красивая. Это моя любимая по красоте палетка. Она просто великолепная. Но, запах, кстати, мне тоже не нравится. Получаются тени меловые, пыльные, тушующиеся в грязь. Здесь 16 оттенков и 4 еще шиммера таких а-ля дуахрома, что ли. Сейчас попытаюсь вам показать. Она жутко отсвечивает. Но вот так. Не могу, тоже запах, запах, запах убивает. Но запах не главное. Я бы терпела, если бы тени были хорошими. Только грязные макияжи. У меня не получается с ней красивых макияжей. Вот здесь пигментации недостаточно. У меня есть много других палеток. Например, там Huda Beauty, где даже с пальцем, с одного пальца ты нанес. Здесь столько нужно колдовать над этими тенями. У меня с ней не сложилось. Кто-то мне рассказывал, что нужно плоской кистью втаптывающими движениями. Нет, не получается, девчонки, никак. Тем более, что я понимаю, и рассказывала это Вике 3000, по-моему, что у Tarte у них у разных партий выходит разное качество. И кому-то попадаются эти палетки хорошие, они безумно их хвалят. А кому-то попадаются такие гэгэшки, как у меня. И, блин, что делать? Я просто, я просто очень расстроена. Но я делала с ней всего несколько макияжей. Рука не тянется. Я бы прощала ей какие-то огрехи, если бы с ней получался красивый макияж. И пыльность, например, там и что-то еще. Но, к сожалению, нет. И мне очень и очень жаль, потому что я ее реально хотела, мечтала. И вот так вот не срослось у нас. Альтернативу я ей предлагать не буду. Я думаю, что в какое-то ближайшее время я сниму вам видео либо с топом своих любимых теней, либо просто коллекцию теней покажу. Потому что альтернатив множество на рынке. Хороших теней полным-полно. И Анастасия Беверли-Хиллз, и Худа Бьюти, и Лорак, пожалуйста. И Карли Байблс Бейщ Косметикс, которая является очень бюджетной. Поэтому, если вы хотите что-то вот с американских вариантов, с американских сайтов заказов, или с Калт Бьюти, то альтернатив вот этой палетке очень и очень много, которые являются качественными. И начнем теперь, давайте приступим к тонам для лица. Их у меня тут достаточно приличное количество. Да, тон это тоже такая вещь, которая может случиться с вами разочарованием. Я всегда их боюсь покупать, потому что случаются провалы и проколы. Даже тогда, когда ты просишь нанести на тебя. Но сейчас я уже научилась. И хожу, и прошу нанести себе на лицо полный макияж делать, а потом понимаю, что нет, это не для меня. Но, к сожалению, первое, Naked Skin от Urban Decay. И этот тон тоже, тоже в любимцах, фаворитах. Все показывали, Urban Decay всем разослал, всем топовым блогерам. Ну, вы все знаете без меня. Этот тон, наверное, в том году или два года назад просто мелькал и заполонил весь YouTube. Все делали с ним макияж. Я хочу сказать, что в принципе, в общем и целом, тон нормально держится там несколько часов. Зимой может дольше, летом гораздо меньше. И с тоном я угадала, у меня оттенок 3.0. И в принципе было бы неплохо. Я бы простила его, что он проседает, тут где-то заваливается. Я понимаю, что у меня жирная кожа, и мне так надолго вот этот тон супер нельзя. Какие-то базы нужно правильные подбирать и так далее. Блин, но, девчонки, люксовый продукт не может позволить себе вот такого, что случилось с этим тоном. Здесь такая, понимаете, двойная стенка. Наружная, а внутри капсула с самим тоном. И между ними полое пространство. И вот в это полое пространство, когда лежал у меня лежа, пролился полностью тон и стал вот такими разводами. В общем, его держать можно только стоя вертикально. У меня конкретно отсюда, вот отсюда все начало приливаться. Это невозможно понять, почему это случилось. И как видите, здесь облупилось от самого тона, видимо, облупилось вот это все покрытие. В общем, иметь такую упаковку ненадежную, люксовому тону я не позволяю. Я люблю, когда косметика красивая. И для меня это один из показателей того, чтобы ею пользоваться, получать от этого удовольствие. А когда вот случается вот такое, все затекло, все протекло, жутко неприятно. Как альтернативу я вам предложу, наверное, тон от Джорджа Армани. Luminous Silk Foundation. Он тоже не дает такого суперматового покрытия. И для себя бы я, наверное, его в принципе на именно теплое такое время года не рекомендовала, а только на зиму. С этим тоном у вас кожа получится красивая. У вас пусть ненадолго для жирной кожи, для нормальной и для сухой кожи будет идеально. Но у меня пусть не очень надолго, но получается красивая кожа. Здесь у вас идеальный, красивый, люксовый продукт. Следующий тон, который тоже похвалили, порекомендовали и распиарили, так скажем, многие блогеры, это BB крем, Petite BB от Holika Holika. Он у меня с функцией мотирования. И это было написано на упаковке. И я помню, что я купила его по рекомендации, я посмотрела Annie Cooper из Бельгии. И она показывала там розовенький, но я понимала, что у меня, наверное, кожа чуть более жирная, чем у нее, поэтому я взяла себе мотирующий. Боже! Это масляный блин, который образуется на вашей коже после нанесения этого крема. Это то, что ваша кожа просто становится ужасной с ним. Вот ужаснее выглядит, чем с этим тоном. У меня никогда не было ужаснее тона, хуже тона, чем этот. Я просто в шоке. Я просто в шоке от того, боже мой, как это может быть. Я, конечно, его рискну попробовать зимой. Мне кажется, я наносила в более теплое время года. Он плывет, он не держится, он западает в поры, все что угодно. Вот настолько ненадежный и некрасивый на вашем лице тональный крем, BB крем, или как хотите, назовите CC. Вот из всех категорий, которые я пробовала, это самая ужасная покупка. Я ни за что вам не рекомендую обладателям жирной кожи. Может быть, если кожа у вас сухая, то вы с ним подружились. Но жирной кожи нет, ни за что и никогда. И как альтернативу я предлагаю вам CC крем от Lumine. Это знаменитый тональный крем, который в себе заслужил поклонников по всему миру за счет своего великолепного качества. Этот крем, который тоже для жирной кожи не подойдет на летний период, конечно же, но подойдет на зиму. И зимой я с успехом им пользуюсь. И более того, для меня очень показательно. У меня тональный крем заканчивается очень медленно, но у меня закончился такой тональный от Lumine этот CC. И это моя вторая упаковка, которую мне моя любимая Леночка в подарок Татарникова прислала. Поэтому, ну, что можно сказать? Это хороший продукт, который подходит разным типам кожи. Есть некая оговорка, и здесь я должна быть с вами честной, есть отзывы на YouTube, что кому-то он настолько перекрывает поры, что образуются комедоны и так далее. Но не у меня, не у моих знакомых, поэтому вы можете попробовать. Не жалко, он стоит сейчас чуть-чуть подороже, чем раньше, но бывают скидки. В Ревгош, в Литуаль везде бывают скидки, поэтому задумайтесь, если вы еще не пробовали этот продукт. Продукт без альтернативы, не нашла от него альтернативы, ни у себя, ни из того, что пробовала. И вообще подумала, ну зачем же я, господи, тебя купила. Люми Можик, опять Люми Можик от Лореаль. База, сияющая база под макияж, которую я тоже купила, думая, что что-то у меня должно сиять. Но, девчонки, нет, нет и нет. Я могу сказать, что эту базу я не рекомендую обладательницам жирной кожи, потому что она слишком сильно сияет на вашем лице. Это какое-то тоже, опять-таки, жирное... Не видно, нет, не видно на руке. Жирное такое свечение наступает. К сожалению, нет. Я думаю, что она вообще у меня пойдет в утиль, потому что я знаю, что я ей пользоваться не буду, что для жирной кожи это просто вот противопоказано. Последний тон, который сегодня вам буду показывать, это опять Би-Би. Это Миша. Миша, что же ты так меня подвел? Лиза О'Нер. Все она. Смотрела ее, она... Ну, у нее, конечно, сухая кожа. Но кроме нее еще Эстониана показывала этот крем, у которой жирная кожа. И многие другие блогеры. У многих он любимый. Многие его любят. Первое, за что я не взлюбила этот номер 21, это его серый подтон, который реально мою кожу делал не посвежевший, не красивый, а уставший. Он очень плотный. И вот эта вот серость какая-то в зимний еще период, который придавалась моей коже, нет. Он слегка подстраивается, но не так. И второе, за что я его не любила, за то, что он опять проваливается, уплывает, утекает и не держится долго на моей коже. Начинает блестеть, как блин. И все вышеперечисленные свойства. И третье, что, я думаю, случилось именно из-за этого крема тонального, это то, что он проваливался мне в поры и забивал их. У меня вот обсыпало жутко дичайший подбородок закрытыми вот этими подкожными неприятными прыщами, которые очень долго там сидят, болючие. И я грешила только на этот крем. Тоже опять не знаю, куда его деть. Он стоит прилично, девчонки. Так что задумайтесь, прежде чем его покупать. Я заказывала на iHerb. Как альтернативу я предлагаю вам CC крем Pion серия от L'Occitane. И это вещь, которая одна из моих любимых в принципе тональных основ, тональных кремов. Это то, за что я ручаюсь руками, ногами. У меня в оттенке Claire Light. Здесь мы говорим о том, что он красивого финиша, он нормально держится на моей коже. Он практически у меня заканчивается, на самом деле, немного осталось. Он белый, под вашими пальчиками он подстраивается под тон кожи, и вы выглядите очень и очень с ним красиво. Вот рекомендую в качестве альтернативы к Мише, и он такой более легкий. Вот здесь я бы вообще не сказала BB. Он для меня слишком тяжелым кажется. Он не BB, он очень густой такой. Нет. Ну и последнее. Как вы видите, наконец-таки мы добрались до финиша. И последнее это еще один хит Lime Crime. У меня два оттенка Poly и Bitted, и давно я их показываю. Я, конечно, очень сильно купилась на хорошие отзывы на них. У множества Алина Fly Cloud. Это любимая помада у Алины. Кого же вам еще сказать? Да, пожалуй, все блогеры, почти все блогеры хвалят за редким-редким исключением в фаворитах у множества людей. Но, на мой взгляд, цена на нее завышена. Как дешевую бюджетную альтернативу я предлагаю помаду Kiko и Seventeen. У Seventeen даже запах такой же. Что с этими помадами не так? С этими помадами у вас случаются отваливающиеся кусками губы, супер иссушенные, которые некрасиво сходят от того, что вы поели или походили в течение дня. Это опять вариант на фотку, на видео, на не знаю, какой-то короткий промежуток времени, но ненадолго, потому что цвета безумно красивые, в этом не откажешь. Но, к сожалению, моим губам эти цвета абсолютно, абсолютно не подходят ни в коем случае. и потом еще губы очень долго после них восстанавливать приходится, поэтому, девчонки, если есть возможность, сначала пробуйте их. Если вам они понравятся, пожалуйста, потому что у всех тела, как говорится, разное, лицо разное, и поэтому подходят всем разные продукты. Моя альтернатива со стопроцентным попаданием в десятку это помады от Худа Бьюти, которые пахнут на самом деле абсолютно так же. По стоимости они даже подешевле мне вышли, чем полная стоимость вот этих помад. Я купила их по 1800 рублей, но это была скидка по-моему 15%, они больше 2000 стоят. Помады от Худа Бьюти обошлись мне каждая по 1800 рублей. Идеальные красивые помады, идеально смотрятся на губах, у меня в оттенках Госси гюру какой-то и Трофи Вайф Трофи Вайф вообще обожаю мои любимые помады, которые увеличивают объем губ, помады, которые не шелушат, не сушат, ничего не подчеркивают, красиво смотрятся, не расплываются, не утекают. Вообще все идеальные свойства помады, вот буквально недавно я их хвалила, все идеальные свойства помад, которые может обладать помада, есть у них, кроме того, что у них еще матовый эффект и очень красиво вообще все, все очень красиво удобно наносится, но нет нареканий к этим помадам. Итак, наконец-то мы подобрались к концу и как я понимаю, что это концовка второй части, а в первой части, к сожалению, мне с вами попрощаться не удалось ввиду того, что случился монтаж, но что же, я призываю, конечно же, вас обязательно ставить пальчики вверх этому видео, если оно понравилось, это очень важно, нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео, подписываться на канал, если вы еще не подписаны, но любите косметику, хотите о ней знать как можно больше и вам интересно смотреть вот это все и узнавать о косметическом мире, потому что на моем канале, конечно же, в основном это. Я надеюсь, что вам понравилось и надеюсь, что я уберегла вас от каких-то покупок и помогла подобрать альтернативы. И, конечно же, пишите комментарии, как вам это видео, понравилось, не понравилось и что из этих продуктов вы пробовали, а может, что-то из моих антифаворитов вам нравится, является вашим фаворитом. Я абсолютно не против, вкусы у нас у всех разные. Итак, спасибо большое, что смотрели меня, всем пока-пока, до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok